В некоторых компьютерных играх есть возможность выбирать персонажа, которому вы эту игру будете проходить, или даже создать своего собственного. И в зависимости от характеристик персонажа, которого он выбрал или создал, игрок выбирает ту или иную тактику и стратегию прохождения игры. Мы не выбирали родиться мужчинами, нас просто поставили перед фактом, что мы будем проходить игру под названием «Жизнь» тем персонажем, которого нам дали. Но для общего развития, так сказать, для расширения кругозора, попробуйте себе представить, как бы вы проходили эту игру, если бы вам выдали женского персонажа. На первый взгляд персонаж, конечно, во всех смыслах слабенький, но обладает определенными способностями. Самостоятельно этот персонаж, конечно, по большому счету ничего сделать не может. Не может сам добыть себе ресурсы, не может защититься от агрессивных ботов, но эти уникальные способности дают ему возможность заставить сделать это за него другого, мужского персонажа. Как эта суперспособность называется, я не знаю, потому что сам уже давно не играл в компьютерные игры, но те, кто когда-нибудь играл или играет сейчас, думаю, меня поймут. Я почему-то думаю, что если бы мы играли с женскими персонажами с теми способностями, которые они обладают, то вели бы себя точно так же, как ведут себя женщины. Ну и как обычно, небольшое видео про женские суперспособности я прикреплю в конце этого ролика.